Ну вот, сыроежка. Сыроежка розовая или даже... Ну, сыроежек очень много, я думаю, даже может что-то девичьи. Вот, может, девичьи. 18-й год он намного лучше, чем 17-й. Это вот точно. Дело в чем, что если вспомнить, что было в прошлом-то году, это же был ужас, это были дожди и было холодно. Ведь это в простонародье говорят, что грибам вода нужна. Грибам еще и тепло надо. Есть такое понятие, как сумма температур. Вот когда оно накапливается, и плюс еще водичка, тогда и будет. А этот год, он чем интересен? Что в мае было очень сухо. Ну, 5 мая до июня вообще дождей не было, почти месяц. Не было дождей, то есть вот... Все высохло. Но было очень тепло, и поэтому вот сейчас дожди начались. Два дня назад был сильный дождь, сутки шел. Ну, теперь, да, дней через 10, через 2 недели можно ждать. Да, через 10, через 12 можно ждать очень такую большую волну. Ведь грибы, они растут не так вот, как они вздумаются, они волнами. Вот первая волна, вторая, третья. А начинается все еще с весенних грибов. Это отдельно считается. Это абсолютно отдельно. Потом идет первая волна, она где-то... Ну, в наших краях где-то 10-15 июня. Ну, она очень маленькая и как-то мало грибов. Раз и все. Называют эти грибы колоссовики. Вот. Потом идет вторая волна. Она где-то числа, ну, с 5 июля. Иногда с 15 июля. Но она гораздо более такая солидная. Это грибы, которые называют жнивники. Ну, и вот эта волна, она иногда бывает длится числа до 15 августа. А в этом году как? А в этом году все засохло. Во время жары активизируются вот эти грибные мушки, комарики. И практически все грибы все съедены. Вот. Кроме лисичек. Ну, кроме лисичек. У лисичек там свой механизм защиты есть. Вещества вот в лисичке убивают все насекомое царство. Они построены из хитина же, насекомые. А у лисички есть специальный фермент хитиномоноза, который полностью растворяет хитин. А для людей это не вредно? Наоборот. А специально используют как лекарственный гриб для изгона этих паразитов из организма. То есть на уровне яйца они убивают всех паразитов в организме. Третья волна – это конец августа. Она самая большая. Самая крупная, мощная, сильная. Причем многообразие грибов фантастическое. Только не так, что что-то там нет. Начинаются и сыроежки, и грузди, и белые подосиновики, подберезовики. В том году даже подберезовиков не было. Вот. Поэтому прогноз на этот год подберезовики будут. Белых и груздей много будет? Кто их знает о природе, никогда не знает. О, еще сыроежки. Причем, смотри, маленькие такие. Хорошенькие. О, сыроежки отличаются тем, что они растут, даже когда кончается одна волна, и ждем другую волну. Какую-нибудь сыроежку-то всегда найдешь. Грибники, которые знают грибы, они, как правило, без грибов не остаются. Приходят в лес, обязательно что-нибудь принесут. Редактор субтитров А.Семкин